I have ways of blowing things up. Это вот жесткий режим, который, да? Я сейчас подожду, чтобы новая станция появилась. Потом поставлю линию сразу через 4. Да, 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 да. Да, хорошо, ждите, ждите. Во. Хорошо, у меня 4 тоннеля есть. А, следующая станция как раз. Через бережочек. Ну, а тут надо будет вести, опять же, посмотрим. Скорее всего, там круглая сейчас появится. Сейчас посмотрим. Да, там круглая появится, конечно же. Мы ее поведем через квадрат, круг и треугольничек. Вот так вот сделаем. Чтобы люди с того берега не сильно скапливались. Посмотрим, как оно будет все. Хочу ли я третью линию вниз открывать. Не уверен. Пусть желтый идет сюда. Синяя будет наверх. Третью линию пока что придержу. Пограем на желтый блокет, мне кто-то скажет. Я на самом деле не против. Нифига, мы не накопим в Париже тысячи человек, мне кажется. Такое жесткое предчувствие нам. А вот следующее как раз сверху. Да, синяя туда у нас тянется, по тому берегу. Хорошо. Возможно, тогда использ... Приятно, что тут тоннель у нас получился один, хоть и через остров. Сейчас, с другой стороны, если на острове появится станция, нам придется везти туда отдельно. Такое. Воскресенье. Ладно, нам сейчас дадут новый локомотивчик. Спасибо. И вагон. Да, спасибо. Какого фига? Извиняюсь. Вот так вот живешь, живешь себе спокойно. Потом... Ладно. Желтая у нас пойдет сейчас сюда. У нас назревает другая проблема, которую я раньше не видел, когда у нас карта была немножечко поближе. Проблема называется... Проблема называется левая часть реки, которая вдруг появилась. И желтая... Блин, желтая линия у нас целиком изолированная и в центре. Ну, пока что перегрузок я не вижу. Нужно просто, как там говорится, держать руку на пульсе, да? Вот, так что... Меня немножко напрягает, что я не вижу следующую точку. А, вот следующая точка, я понял. Они просто сделали станцию уникальной. Все, у нас все синий, у нас сейчас будут идти... Хрен там. Я ее продлю досюда. Мне не надо, чтобы уникаль... Линии поезда нельзя? Да, я знаю, знаю. Мне не надо, чтобы у меня были какие-то уникальные станции без пересечения на обе, на две, на три, на сколько-то там линий. Поэтому... Улыбаемся и машем. У нас вот эти четыре станции будут дублироваться. Здесь две, здесь три. Э, нормально. В общем, вот что значит, если ты не видишь. Вот она, станция на острове, здравствуйте! Я знал, что так будет. Заходите. Мне сейчас придется туда желтую, кстати, тащить, скорее всего. Да. А так бы я мог вот эту синюю протащить. Но она бы мне все равно сделал дополнительный тоннель. Ладно, 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 согласен. Наверное, сейчас поставлю тогда третью линию. Мне кажется, плохомотив. Возьму переход. Это, возможно, мне спасет. Так, синий пошел в эту сторону. Желтый. Вот, давайте желтого. Теперь, здесь, сейчас появится еще одна станция. И я здесь сделаю... Я здесь сделаю третью линию. Вот так вот мы ее сделаем. И она будет идти у нас в ту и в эту сторону. Хорошо, хорошо, хорошо. У нас есть одна станция пересекающая. В принципе, ну, проблема. Тут у нас на желтые два, на синие два. Пока что все пучком. Единственное, что... Как эту линию мы будем назвать? Болотная? Линия Болотная. Переход на станцию Золотеворота. Так, ладно. Давайте в эту сторону. На Болотной у нас пока что нету звездочки. Все, что будет появляться там со звездочкой, оно будет... Так, я предлагаю, наверное, сейчас... Я даже не знаю, что я предлагаю. Интересно, вверх оно будет разрастаться? Или только вправо-влево? Вот что мне интересно. Если... Ладно, давайте на ту станцию новую сейчас продлим еще раз Болотную. Потом, может быть, у нас четверг. Может быть, поставим сюда второй локомотив, если получится. У нас тут... Пять станций. Так, здесь это будет для Синий. Пять станций и одна транзитная. Эээ, ну, в принципе, живем. Пока что. Даже пока вагончики никому не нужны. Не, штука у нас тут точно не получится. Ладно, я говорил, что левая часть реки это проблема. Нет, вторая левая часть реки это вторая проблема. Вот там будет... У меня два тоннеля осталось. И... Оп, раз это... Дайте тоннели, пожалуйста. В воскресенье у нас опять, да? Дайте тоннели. Будьте людьми. Людьми будете или нет? Вот он сейчас в звездочке. Сюда пере... Угу. Вот здесь нужно будет или переход делать, или... Локомотив, да? Вагон, да. Тоннель, фиг. Давайте сюда синюю потянем, в эту сторону. Звездный экспресс. Посмотри на него. Зачем ты треугольник это подобрал? Ладно, тут он еще одну звездочку подберет. Звездочку, говорю, подберет. Этот чувак здесь стоит уже, блин, третий день. Вы что делаете? Ну ладно, его желтый подберет. У меня пока что есть еще такой козырь. Так, сейчас какая-то станция мутирует, да, я так понимаю? А, не, вот на этом берегу появится станция. Сюда мы сейчас болотную вниз потащим. Есть такой козырь, как вагончики пока что. Ну, такое себе. Ребя, ну, это не спасение, это не панацея. Да, ты идешь вот сюда. Ну вот, у нас и болотная линия уже расползлась, разрослась. К тому же надо будет скоро второй локомотив вставить. К тому же я ее сейчас разверну обратно. Синяя у нас пойдет влево, а болотная сейчас развернется и пойдет вправо. Потому что иначе я там ничего не поставлю. Ну, видимо, придется вот так идти. В смысле перегрузка? Вы что? Перегрузка. С дуба рухнули, что ли? В эту сторону развернись, спасибо. Сюда сейчас синяя пойдет. Да, с синяя у нас явные проблемы. Давай сюда вагон. Ты успеешь это все разгрузить, сгрузить, дружище? Давай быстрее, пожалуйста. Вот сейчас тут станция появится. Неделя локомотив, вагон. Тоннели дайте, пожалуйста. Почему нельзя на выбор давать прям то, что надо? Ну, они очень часто... Слушайте, короче, такая теория. Они очень часто предлагают линию дополнительную на выбор. Я как-то неправильно что-то делаю, что не беру дополнительную линию? Мне их надо брать, потому что ее так часто предлагают. Или это какой-то отличайший рандом? Я тут даже поезда переносить не могу. Они поменяли... Ну, не то, что поменяли скорость, они их... Ох ты ж... У них скорость движения разная, из-за того, что они разные. И теперь они, видите, двигаются в одну сторону. Я даже не могу их переназначить никак. Это офигенно. Сейчас еще одна уникальная... Ну, не уникальная... Хотя, может, обычная станция на синий появится. Посмотрим. На плюс будут вести сейчас пересадки. Чисто пересадки. А, уникальная станция. Да, офигенно. На синюю надо ставить еще одну. Без вариантов. А, значит, у нас еще вниз к тому же пойдет. Будет хорошо. На желтый надо вагончик ставить. Синий идет сюда. Тут будет появляться. Хорошо. Воскресенье? Давайте скорее. Ну, вот, видите, все козыри в виде вагончика уже разыграны. А напряжение только растет. Мне нужно сначала один локомотив на болотную. Локомотив, да? Вагон. Да, видите, опять линию. Чисто линию, линию, линию новую дают. Мне кажется, что в жестком моде у тебя перегруз начинается буквально через 4 пассажира. Мне кажется, что в обычном моде там у тебя 8 пассажиров. После этого начинается перегруз. То есть тут жестче гораздо. Сейчас посмотрим. Ну, тут уже прям такая восьмерка. На желтом, на синим. Потрачу один тоннель. В принципе, с другой стороны, поезда с вагонами, они решают линию перегрузок. Потому что они, типа, большая перегрузка начинается с 4 человек. И вроде как... Раз... Нет, блин! Прикиньте, еще одну на острове. Я трачу свой последний тоннель сейчас. Офигенно. На желтый коллапс практически. Я сюда... И уникальная станция. Офигенно. Я сюда поставил вот этот... С... С вагончиком. Чисто насчет того, чтобы он развозил мне к плюсику народ. Потому что... Блин! Вы что делаете так, лакомон... Вагон! Конечно же, никто не собирается давать тоннель. Ну никто же! Ну зачем? Это же такая глупость! На синей заднице. Оно туда просто не доберется. Давай... Еще одного на синюю. Хотя бы чуть-чуть разгрузим. Потому что... Ну это какой-то трэш. Сюда желтый потом наверх пойдет. Так. Вот это у нас станет хабом. Ну его нафиг. Там такие перегрузки страшные творятся. Вот это сейчас... Ну да, в принципе. Он сейчас всех их загрузит и повезет сюда. Нормально. То есть хоть как-то, но оно что-то где-то как-то движется. На тебе. Будешь ехать сейчас? Забери всех оттуда. А, еще одна уникальная станция. Супер. Хе-хе-хе. Пятница. Блин, желтый тут трындец. Я только сейчас заметил. У меня нет ни дополнительного паровоза. Ничего, чтобы туда поставить. Суббота. Оно может даже не доехать физически. Не успеть доехать. Блин, чувак, едь скорее. Ну нельзя... А, все. Я вот проиграл. Там вон у меня будет сейчас станция, которая... Сюда приедь! Ты что делаешь? Он просто мимо нее проехал. Ладно. Тысяча человек перезлили. Тысяча четыре человека. Ха-ха-ха-ха. А, хорошо. Меню. Ёлки. Вот это было напряжно. Я вот здесь. Ну, хорошо. То есть большинство людей дошли до вот этих вот ниже 45%. Да, ну я не знаю. Я вот эти вот жесткачи, кстати, не особо как люблю. Мне больше нравится классический режим. Но, опять же, это дневное испытание, поэтому фиг с ним. Что у нас там? Берлин. Да, Берлин я, кстати, не прошел за кадром, как я говорил. Почему-то я подзабыл, честно говоря. Про это только сейчас вспомнил. Но мы собирались в Мельборн, поэтому мы идем в Мельборн. То, что мы обещали на прошлой неделе, все сбывается. Мосты. Трамваи. Мы пускаем не метро, мы пускаем трамваи. А это прикольно. По-моему, я в первый раз здесь пускаю трамваи. То есть были скоростные поезда. Ну, то есть тут-то режим классический, здесь ничего не станется. У нас три линии, два моста. Так, ну мостов, кстати, да, у нас, как обычно, будет, скорее всего, что ни хрена ни на что не хватает. Хорошо, давайте ради справедливости нужно сказать, что меня только что вот в Париже погубили не мосты. Меня погубила станция, которая была перегружена. Но! У меня была ситуация, что если бы на той станции было бы в порядке, вот, то следующая станция появилась бы через реку, и туда бы я уже никак не добрался. Потому что мне на протяжении четырех или пяти... Слушайте, не четырех или пяти мне, в принципе, вообще за всю игру не дали ни одного моста. То есть в начале игры дали четыре, дали две отдельных станции на двух разных островах, и такие, на, короче, живи как хочешь. Такое себе. Трамваи. Блин, трамваи это прикольно. Кто из вас еще обожает трамваи? Не знаю, если вот ставить как транспорт городской, трамваи и метро, они для меня по уровню крутости примерно на одинаковом уровне. То есть, если вот так вот смотреть, вот больше всего мне нравится, конечно же, метро. Потом по крутости идут трамваи. Потом прикольные бывают, если хорошо организованы троллейбусы, то тогда троллейбусы. Вот, честно говоря, автобусы находятся в нижнем списке, а если кто-то вдруг скажет, что маршрутки это тоже общественный транспорт, нет. Это то, что должно быть сожжено и уничтожено. То есть, в городах, в принципе, не должно быть маршруток. Это неправильно. Поэтому, так, хочу ли я, могу ли я, давайте вот так вот сделаем. Пустим вторую линию. Трамвай. И вагончик. Спасибо. С мостами у нас опять динамит, все нормально. Мне так же нравится, что с трамваями станции выглядят по-другому. Они такие не с дырочкой внутри, а целенькие. Ну, это интересно. Я тоже в первый раз это сейчас вижу. То есть, обычно же в станциях метро у них вот эти кружочки, квадратики, они такие с дырочкой внутри. А эти целенькие. Это выглядит необычно. Ну, и опять же, дает разницу, что ты на трамвае ездишь. Не просто так. Два моста у меня осталось. Ну, такое, на самом деле, не так много. Мне, может быть, на оранжевую поставить еще один трамвайчик. Посмотрим сейчас, как пойдет. И все уже не влезли. Это печально. У меня же есть лишний трамвайчик. Почему бы мне этого не сделать? Его же все равно придется когда-то увеличивать. К тому же, вон, лишняя станция добавилась. Вылупилась прям. Треугольничков не ссаживает там, чтобы его отвезли зеленые. Интересно, он сканирует при этом, где находится зеленый трамвай, когда он едет в ту сторону или нет? Надо бы проследить такую тенденцию. Потому что, допустим, вот квадратная станция, она является неким таким переходным моментом. О, здрасте. Вот сейчас посмотрим. Вот этот нижний оранжевый, он заберет треугольничков. Вот, надо будет посмотреть. Увидит ли он, что зеленый трамвай находится в правой части? И высадит ли он здесь треугольников? Да! Да! Нет, почему... А! Что-то я сейчас не понял, что-то произошло. Смотрите, этот забрал одного треугольника, этот забрал другого. То есть, они как-то взаимодействуют, они как-то понимают, что происходит. Прикольно, прикольно. То есть, я иногда абсолютно не вижу логики в их действиях. А иногда, мне кажется, что очень даже прикольно. Так, еще один трамвай, еще один вагон, конечно же. Я только что увидел, как у меня карта потихонечку расширяется. Вот этот кончик сверху слева, возле конца оранжевой линии. Смотрите, 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 выезжает кончик такой, этот, карты. Такой, ууу, зырь! Мы расширяемся. Блин, фига себе, а чё, а чё так жестко? Дай-ка мне еще один. А то они потихонечку... На тебе даже с вагончиком, я не против. Ну, я просто все на оранжевую гружу, гружу. Вот оно как бы и перегружается. Но на самом деле... Хрен, а ты зачем так поступил? Он жестоко не заберет! Ты зачем... Он жестоко не заберет! Ты чё делаешь вообще? Он просто взял, привез, выгрузил туда 15 треугольников. Делай, что хочешь, охренеть! Вот я говорю, когда я вижу какую-то логику... Зачем ты треугольников-то повыгружал, дебил? Он их выгрузил на тот случай, что сейчас будут ехать по оранжевой линии и их заберут. Конечно же, он их сейчас загрузит обратно всех и отвезет, да, но... Но, блин! На тебе еще одну треугольную станцию по пути. Да, ну трындец. Внизу, кстати, наверное, можно... Блин, если бы внизу была квадратная, еще одна... Ммм... Прикинь, прикинь. А что если... Вот так вот сделаем. Потратим еще один мост, но сделаем небольшой шорткатец. Чтоб оно нам возило все куда надо. Так, еще один трамвашка, да? Два моста, спасибо тебе, огромнейшая игра, ты че? Наконец-то мы... Блин, уникальная линия. Ну, уникальная станция, как я это... Обожаю, на тебе. Ну, и на эту сразу надо ставить второй. Потому что она сразу вдруг длинной стала. Посмотрите, что там на оранжевый творится. Просто трындец. Мне нужно будет сейчас как-то эту фишку решать. Я знаю, как я ее решу. Вот так вот я ее решу. Продублируем. Зеленый катается с вагоном. И он... Ну, типа один пока что, конечно. Но большинство его станций дублируется. Почему бы ему не помочь с этой веткой? А, и знаете че? Раз мне дали лишний этот... Давайте сделаем вот так. А потом на зеленый нагрузим какой-нибудь дополнительный... Не локомотивчик, трамвайчик типа. Или че-то такого. Так. Ну, в принципе. Ну, в принципе. Тридцать человек в Мельбурне развести. Развезло. На самом деле пока выглядит неплохо. Посмотрим. Посмотрим сейчас. Как оно будет. Мне вот эта вот станция зеленая не нравится. И, блин, все вот эти вот станции, которые стоят в одиночке, они потом становятся перегруженными. И с них хрен собьешь потом это напряжение. Неприятно. Это нужно, чтобы туда приходили поезда полупустые, чтобы забирали людей. Но они туда приходят обычно заби... Офигенно! Так, трамвай, да? Вагон, да? Спасибо. Да. Ну, что ж. Оно пока вроде как работает. Не скажу, что идеально, но работает. Лишняя треугольная станция. Вот этот сейчас треугольник должен будет забрать и буквально следующий их скинуть. Нормально. Оно не успело орать. До сих пор одна квадратная станция. Не, ну ладно. Их три, но в центре там вот одна. Опять же, есть звездочка, есть вот этот вот Пентагон, есть еще всякая гадость. Просто новая станция добавилась сама по себе. У нас салатовая... А давайте мы салатовую продлим до Пентагона. И поставим на ней еще один этот, еще один вагончик. Слушайте, sounds like an idea. Давайте так и сделаем. Тогда у нас получается относительно, вон, раз, два, три, четыре, три. Три уникальных станции, которые у нас будут, в принципе, полностью защищены. Посмотрим, что нам сейчас дадут. Догонят и еще раз дадут. Мне нужно как-то, наверное, темно-зеленую веточку усилить, потому что на ней всего лишь два трамвайчика бедных трудятся. Давайте, наверное, еще два моста. Вот. Поставлю сюда третий трамвайчик и продлим линию досюда. На оранжевый у нас большой загруз. Посмотрим, как он будет все справляться. Наверное, вот так надо сделать. Потому что иначе оно до туда не дотягивается. Пока оранжевый туда доедет, там уже капуто откинут. Вот, все, он их забрал оттуда, хорошо. Ну что ж, пока что живем. Неужели я сделал схему, которая работает? Знаете, вот эта вся игра в метро напоминает немножечко попытки создать вечный двигатель, чтобы оно, типа, само работало и ты не вмешивал. Ну, понятно, что так нереально, но все равно. Пока что поставим туда одну. Если там будут накапливаться, мы потом попробуем продублировать. У нас большинство станций дублированы. Это хорошо. У нас буквально вон одна, две, три. Три-четыре станции, которые не дублированы. Главное не создавать прецеденты уникальных станций. Так, новый трамвай. Новый вагон, спасибо. Вот это сюда. Вот это сюда. Зеленые у нас уже и так ездят. Да иди ж ты! Раз уникальная станция, два уникальная станции. Ну, это же офигенно, да? Тьфу ты, я вагон туда кинул, а не поисклатный. Ну, в смысле? Ну, вы меня поняли. Сейчас он отсюда людей заберет, посмотрим. Все, отсюда он всех убрал. Хорошо. Едет, 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 зеленый, терпите. Едет, сейчас всех развезет оттуда, подожди. Все, всех загрузил, красавчик. Да, в этом проблема крайних, офигеть, крайних станций. Может, закольцевать ее нафиг? Давайте. Могу себе позволить, у меня останется еще парочка этих. Тогда я смогу делать вот так. Не смогу сделать вот так. Блин, вы забирать там думаете или где? Уже две станции, так, лишний этот. Наверное, давайте два моста. Вот, Салатовый сейчас сгрузит квадратных. Круглых здесь выгрузит и заберет всю станцию. Во, отлично. Звучит как план. Да, 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 давай, 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 втискивай. Ребят, наляжьте поплотнее. Хе-хе-хе. Проблема, однако. Хорошо. Hook turn. Тысяча людей мы доставили. Оранжевый. На оранжевый сюда тоже полный идет. И он не разгрузится на круглых станциях. Вы офигели? Просто он сейчас транзитом пройдет, смотрите, и никого не зацепит. Сюда надо, значит, Салатового каким-то образом заманить. Чтобы он хоть кого-то отсюда квадратных забрал. Да, квадратных забрал. Отвез. Хорошо. Да что-то прям... В принципе, ладно, пока что... О, это что? Смотрите, да, Присуха приехал. Присуха, братуха. Знаешь чем? У меня, по-моему, просто уже мощностей не хватает. С круглых станций они их не успевают забирать. У меня ходят двойные экспрессы. Которые просто не успевают все это загрузить. Ну все, не-не-не, ну, как бы... Блин, я опять не в ту сторону закину. Тут уже в третий ряд пошло. Неплохо, неплохо. Это уже мало чего сделать. Я... Ну, в общем, да, тут я уже проиграл. А можно было... Можно было тройные вагоны делать? Ох ты же... А почему я... Я только сейчас это увидел, понял. А, офигеть! Можно тройные вагоны делать? В поездах же, наверное, тоже так можно. Ох... Бам! Средняя станция лопнула. Да. Ну, это же абсолютно логично. Почему я до этого раньше-то как-то не догадывался? Ну, что можно тройные вагоны делать? Я доволен и разочарован одновременно. Доволен тем, что можно, и разочарован тем, что я так раньше не попробовал. Ладно, ребятушки, тогда будем на этом заканчивать. Следующий раз будут следующие станции, города. Будут новое что-нибудь дневное попробовать. Ну, как обычно. Все, ребятушки. На следующей неделе. Пока что. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем ладушек. Всем пакеда. Субтитры сделал DimaTorzok Добра-бобра.